Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Дарья Дезомбре. Сеть Птицелова. Память Антона. Мы были дети 1812 года. Матвей, Муравьев, Апостол. На самом деле, каждая из нас — театральная пьеса, которую смотрят со второго акта. Все очень мило, но ничего не понять. Хурио Картасар. Игра в классики. Челобитная митрополиту Тобольскому и Сибирскому Преосвященному Антонию иеромонахами Саила Духовного Приказа Вознесенского монастыря об удалении от монастыря умалишенного Н. 1794 года, апреля 27 дня. Ваше Высокопреосвященство, премилосердый отец наш, покорнейше прошу благоволить к нижайшей просьбе, ученив отеческое милосердие. Согласно указу Всемилостивейшей Государыни нашей, принимаем мы в обители до десяти заблудших душ мужеского полу в нецелом уме для духовного исцеления и вразумления. Так, прошлым сентябрем привезен был к нам человек средних лет, наружностью и манерами весьма приятный, большой охотник до игры в шахматы, чем сразу и расположил к себе отца игумена. Не отказываясь от монастырской работы, человек тот мало-помалу спознался с крестьянами окрестных деревень, давая им советы простые и дельные. И вскоре прошел слух о великой мудрости оного, и так о двадцати человек за день приходили под окно его кельи. Но к кому приходили они? Не к монастырскому травнику и не к его преподобию, а к безумцу. Однако ж, установив плату за свои советы по десять копеек медью, сей последний весьма помог скудной монастырской кассе. И, стыжусь признаться, мы с отцом игуменом были весьма довольны столь неожиданному источнику дохода нашей скромной обители. Третьего же дня после повечерия отец игумен, вернувшись к себе в келью, совершил немыслимое. Выпрыгнул в окно с веревку в круг шеи и через стоп повесился. Невозможно и представить себе, как сей пастырь, столь чистый духом и помыслами, позабыл о святом служении и совершил грех, равного которому нет. Позор, навлеченный на обитель через оное деяние, безмерен, и сам я таковым внезапным, какового во всю жизнь мою со мною не случалось и несчастьем, столь поражен был, что несколько времени провел в беспамятстве. А пришед в себя самолично осмотрел келью игумена и не нашел в ней ничего, что могло бы повлечь за собой проступок, столь страшный. Его преподобие не получал в тот день писем, и единственное, чем занял свой невеликий досуг, — игрою в шахматы. Шахматная доска с неоконченную партией осталась стоять на столе, а, принюхавшись, мне почудился в воздухе аромат лавандовой воды, коей, пренебрегая монастырским запретом, пользовался Энн. Впервые, по слабому рассуждению моему, пришла мне мысль присмотреться поближе к нашему новому постояльцу, у коего не приметил я по сей пору ни единого признака повреждения рассудка. Ныне же, отправившись по хозяйственной надобности в селение, ближайшие к обители, выслушал я старосту и похолодел. В том селении за единый месяц первый мужик заколол рогатиной отца своего, второй удушил кушаком жену, третий же до смерти прибил малолетнего сына к Олеку. Ужас объял все естество мое, ваше высокопреосвященство, когда узнал я, что он и трое душегубов бывали в нашей обители, где получали советы от безумца. Вратившись, сыскал я последнего в курятнике за кормлением птицы. Подошед, взяв за руку, а была нахладна точно смерть, и вопросил со всею строгостью, отчего лишил себя жизни отец Игумен. Безумец же, подняв на меня недвижные очи, сощурил вдруг один глаз, оскалился о кипес и рек и ля пердю. Он проиграл. Глава первая. В Польше хлеба больше. Поговорка. Князь настоял, а княгиня не смел перечить. Негоже подарки государеву оставлять без присмотра, горячит с погожим майским днем 12-го года его сиятельства. В этот день Джон Беллингам стреляет в английского премьер-министра. Там же в Палате лордов заседает Джордж Гордон Байрон, опубликовавший пару месяцев назад первые песни паломничества Чайльдгарда. Четвертый президент американских штатов собирается объявить Англии войну за независимость. Плачет в своей лэндпортской колыбели младенец Чарльз Диккенс. Бетховен пишет седьмую и восьмую симфонии. Братья Гримм готовят к выходу том волшебных сказок. Мэтью Мюррей строит первый коммерческий паровоз для Миддлтонской железной дороги. А в Стаффордшире Томас Веджвуд, человек, чья фамилия известна князю и княгине лишь по прелестным фарфоровым чашкам, уж десять лет как трудится над созданием будущей фотографии. Но сидящая напротив супруга княгиня вряд ли доживет до своего догеротипного изображения. Да и зачем она нам, темная, не оставляющая пространство воображению, но всегда оставшись веки полупрозрачной акварели. Она пускает глаза, отказываясь озвучить тайную причину своего нежелания ехать в Трокский уезд. А князь все говорит и говорит, да все не то, что хочет услышать супруга. Весьма частый случай частного супружеского бытия. Через полуоткрытое окно деревянного особняка в переулке близ Большой Дмитровки. Майский ветер доносит запах сирени из сада и дубленых кож с охотного ряда. Густо пахнет и навозом, но вонь это является парфюмерной константой любого крупного города эпохи. И нос княгини даже не отмечает его, как не чувствует загазованного воздуха современный москвич. А что доход маловат в сравнении с великородскими деревнями, продолжает излагать ненужное его сиятельство. Так забрось, как ляхи имения, оставь арендатором, а останешься сам с носом. С углата кауза толи тур морбус. С устранением причины устраняется болезнь. Бесхозяйный дом сирота. Как многие просвещенные дворяне, его сиятельство с легкостью женит латынь с народную мудростью. Княгиня же, перебирая унизанной кольцами рукой домашнее свое платье, размышляет не о хозяйственных нуждах его сиятельства, а о своих знакомых матерям каждой девице на выданье обязанностях. Она знает нынче летом государь, а значит и весь императорский двор будут в Вильне. А дочь ее, княжна Авдотья, вздыхает Александра Гавриловна, выезжает вторую зиму, однако успехи ее в свете, увы, невелики. Скромнее, чем ожидала княгиня, учитывая положение семьи и даваемое за княжной приданное. За маслячные балы княгиня смирилась была с тем, что дочери не суждено составить блестящую партию. Однако возможность сойтись с лучшими петербургскими фамилиями в обстановке далекой от столичной чопорности вновь оживляет ее матримониальные мечты. Она переводит серые прозрачные глаза свои на князя, и он, наконец, читает в них согласие. «Вот и славно, княгиньшка! Вот и славно!» — целует он супругу в еще нежно-розовую соснащеку, и быстро, пока места не передумала, выходит из гостиной. И никто не потрудится объяснить Александре Гаврилне, что ежели государь и доберется до дальних и пыльных границ безбрежной своей империи, то лишь от того, что многолетние слухи о войне с Буанапартом подтвердятся, а значит, и Вильна, и все западные губернии окажутся на самом, что ни на есть, передовом рубеже наполеоновской армии. Впрочем, сам князь, следом за графом Федором Васильевичем, был свято убежден, что войне с Буанапартием не бывать. Давние приятели по ангрицкому клубу, Ростопщин с Липецким, с неделю как со вкусом обсуждали выгодный мир с турками. Бессарабия присоединена к России, гордый Роско к Истаре встал на брегах Дуная. Мир, мир. А Буанапарта что? Не хватит у корсиканского выскочки наглости замахнуться на Россию, матушку повторять то и дело князь. Чай не наполитанское королевство, откуси да выплюнь. И не Пруссия, Австрия, Португалия, Италия начнет перечислять сидящий рядом с французским романом «Дочь его Авдотья». Но только про себя. Одно перечисление успехов маленького капрала приводило у старшего Липецкого к разлитию желчей дерганью старой, полученной в турецкой же компании колотой раны в правой ляжке. «Далеко шагает, пора унять молодца!» Цитирует он старика Суворова, заканчивая сими золотыми словами любые дискуссии о Буанапарте. «А Авдотья, как, впрочем, любой барышня ее круга, был симпатичен свежеиспеченный император. Вознешься ниоткуда, он усмирил революцию, покорил полмира, а покорив, бросил его к ногам вдовы Багарне. Помилуйте, есть ли на свете что-нибудь романтичнее? Наполеону повезло быть воплощением романтического героя в эпоху культивирования романтизма. Заметим, два с лишним век спустя никто из полководцев так и не смог его в том переплюнуть. И пусть развод двух любящих сердец немало нашу княжну опечалил, но, как писала Авдотья сердечной подруги Марии Щербицкой, трагедия императора в том и состоит. Прежде вынужден он думать о процветании подвластной ему империи, лишь за сиим, а личном. Тем временем из Петербурга, из кругов весьма близких Коничкову, плыли в старую столицу эпистолярные сплетни, мол, сам государь Александр Павлович дважды отказал Буанапарту в супружеском и марганатическом счастье. Сначала в руке великой княжны Екатерины, а два года спустя и великой княжны Анны, спешно обрученной с принцем Аранским, лишь бы не досталось наглому корсиканцу. И об этом тоже жалела Авдотья, ибо сей отказ полностью рушил ее надежду увидеть блестящего Буанапарта с ретеликующей толпой где-нибудь неподалеку от Успенского собора. О пышной императорской свадьбе мечтала княжна не о войне. О войне она и не думала. Сборы в имении каждый год повторялись с привычностью кошмара. Степенный московский дом Липецких перевернут был вверх дном. Двигали мебель, снимали картины и зеркала, наполняли доверху дорожные сундуки. Княгиня металась по комнатам, вздымая юбками неизбежный при великом летнем переселении ссор из оберточной бумаги, веревок и сена. Им прислуга обкладывала посуду и хрупкие безделушки из гостиной. Тесенились во дворе подводы, какие пустые, какие уже просевшие под господским скарбом. Перекликивались с бестолковой в предотъездной суете дворней возницы, жмурились, отмахиваясь от мух разбитой лошади с подвод. Свесь в языки и тяжело дыша, лежали под экипажами дворовые собаки. А в господском доме беспрестанно что-то падало, звенело, хлюпало. Хозяйская рука раздавала оплюхи щедрее обыкновенного. Николеньку с дядькой от греха подальше отправили на прогулку по Тверскому. Старшие же, брат с сестрой, сидели тише мышей на широком подоконнике отцовской библиотеки, меж тяжелыми гординами и зеленоватым оконным стеклом, деля меж собою крепкое бердсдорфское яблоко. Они грызли яблоко, сохраненное с прошлого урожая в сухих и прохладных подвалах московского дома, и лишь переглядывались, услышав особенно громкий маменькин виск. Совсем юные. Вчерашние дети хоть одна, ежели завтра замуж, навсегда оторвется от родимого дома, а второй не сегодня-завтра отправится умирать за отечество. Но пока место Алексея перелистывал любимых своих философов, а Дуня, сдвинув рыжие брови, вчитывалась в брошюрку некой Олимпии де Гуш. Опусы Олимпии, почти двадцать лет запрещенные, во Франции тайно были вывезены Алексеем на дне сундуков из Европы. О женщины, когда же вы прозреете, читала княжна Липецкая девятнадцати лет от роду, а молодой князь Липецкой двадцати двух годов прятал улыбку, видя ее озадаченное лицо. Что получили вы от революции? Или вы боитесь, что наши французские законодатели снова спросят женщины? — А что же у вас общего с нами? — Все, — ответите им вы. Авдотья растерянно оглянулась на брата, но тот сделал вид, что крайне увлечен феминологией духа Гегеля. Сдержав пораженный вздох, она вернулась к книге. — Довольно прятаться за спиной у мужчины. Что есть брак, как не могила доверия и любви? — продолжала мятежная Олимпия. Ду неиспуганно вздрогнула. Могила доверия и любви? Тем временем за стеной библиотеки происходила сцена, вполне иллюстрирующая страстные воззвания мадам де Гуш. Утомленная сборами Александра Гавриловна в сердцах не удержалась и выдала неуспевшему укрыться в англицком клубе папеньке истинную причину своего нежелания отправиться на лето в бывшие польские земли, в Трокской въезд. Бесстыдники! — подбородок княгини дрожал от возмущения. — Вводят своих любовниц в порядочный круг, возят на балы. Княгиня отчаянно ревновала, а ту пору полячки имели репутацию роковых соблазнительниц, а российские орлы, недавние покорители Польши, с легкостью ловились на крючок и вознаграждали себя за военные победы. Почитая в суе супруга отчаянным ловеласом, княгиня не желала вновь оказаться рядом с обольстительной приманкой. И пусть в барском доме, в ближайшей к дому деревне, бар не искоренила искус, заселив их людьми из своего калужского имения, опасный соблазн так и витал в воздухе западных губерний. — Ангел мой, Господь с тобою! — преодолевая некоторое сопротивление, князь прижал сидеющую голову и ее сиятельство к своей груди. И пока супруга что-то жарко шептала в его бархатный жилет, князь замер, потерянно глядя в мертвый зев камин. Он знал, что сильно виноват перед женой, но знал также, что амурные дела не имеют к его постыдной тайне никакого отношения, и что уж лучше простыть ветреником, чем открыть свой Александрин страшную истину. Наконец, провожаемая толпой дворовых во главе со старой нянькой, со слезным поцелуем приложившейся к барниным плечу, с божьей помощью выехали со двора и медленно, вслед за такими же вереницами семейных помещичьих обозов, покатились в сторону летних своих резиденций. Княгиня расправила юбку дорожного платья и вздохнула, оглядываясь на городской дом. Она знала, что прислуга, в последний раз истово перекрестив бар на дорожку, вмиг изменит строгому домашнему распорядку, праздный лакей сядет у крыльца бренчать на балалайке, горничные примутся точить лясы у ворот, мимо них щелка и орешки будут прохаживаться приказчики из ближней лавки. Москва на лето плотно захлопнет, ставни опустеет и притихнет. В садах забланжевыми охренными кофейными фасадами станут заливаться разве что соловьи, доголосить по барским прудам лягушки, вырастет вдоль мощенных дорог никем не скашиваемая трава, и еще явственнее станет ее деревенская суть. Вглядимся вслед за княгиней из окна дорожной кареты назад и мы и вздохнем на другом. Через четыре месяца той Москвы, которую знает ее сиятельство, не станет. Субтитры создавал DimaTorzok